Советские рабочие и русские пейзажи. В Ивановском доме художника открылась выставка заслуженного мастера Константина Фролова. Экспозиция посвящена столетию со дня рождения автора. В течение года дочь Фролова вместе с ивановским художником Александром Климохиным готовили юбилейную выставку. Большинство работ из семейного архива и частных коллекций. Монументальность его произведения чувствуется. Это широкий мазок, большие формы, острый глаз. Я думаю, что для студентов и просто для зрителей это будет очень интересно. Это старый опытный художник и, конечно, молодежи даже. Мы-то его знали. А молодежи, конечно, учиться есть чему здесь. Значительная часть творчества Константина Фролова – портретная живопись. На полотнах монументальные фигуры советских тружеников – агрономов, летчиков, механизаторов. Кроме того, представлены традиционные русские пейзажи. Отдать дань памяти крупному ивановскому художнику пришли десятки гостей. Когда у него брали интервью, ему было 50 лет, по радио, он сказал, «Вы видели руки? Руки людей, которые трудятся. Вы видели, какие они прекрасные? Он настолько восторгался людьми труда, которые трудятся, делают все, и страну подняли, и все, и родину защитили. И вот, пожалуй, это самое главное, что любовь к родине, к людям, это вот его сделало таким художником. Художник не может писать то, что не любит». Юбилейная выставка – лишь малая часть творчества Константина Фролова. Он – один из первых ивановских монументалистов, чье творчество можно встретить в городе по сей день. В числе работ Фролова – фасад гостиницы «Турист», здание 21-й гимназии, а также оформление жилого дома на площади Революции. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.